Птицу шуму разница, цветы много, они просто персоединяют вид. Вот этики, птицы, любят любое место. Продолжение следует... 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 Уборка хлебов всегда, в любой год была и остается сложной, и имеет свои особенности. Но особенности нынешнего года превосходят все ожидаемые прогнозы. К капризам погоды добавляется еще неорганизованность, отсутствие взаимопонимания и плодотворного диалога между людьми и местной властью, напряженного совместного труда, без которого не может быть ни хорошего настоящего, ни светлого будущего. В последний день лета наша съемочная группа побывала в двух колхозах, которые расположены рядом, где условия работы одинаковые, а результат разный. И попытались разобраться, в чем же причина. В последние дни лета механизаторы колхоза «Урожай» неплохо поработали. Афатхуллин Алмаз занимал первое место по обмолоту зерновых. Нам хотелось встретиться и переговорить с ним. Но, к сожалению, его дон сломался, а ремонт этих комбайнов можно произвести только в селе Бураево. Вот и направился он туда, а время идет. Еще несколько комбайнов простаивали на поле из-за поломок. И те неплохие результаты, которые были завоеваны в последние дни, померкли на фоне этих неприятных фактов. «Как приезжают к нам журналисты, становится еще хуже, и без того не очень хорошие результаты», – пошутил с горечью председатель колхоза Ренат Загирович Зиязов. Сказать, что он не старается наладить обстановку, будет неправильно. Но почему же нет никаких двигов вперед? Почему же нет взаимопонимания между руководителем, специалистами, земледельцами колхоза? Наверное, нужно хотя бы во время уборки урожая забыть неприязненные отношения к друг другу. Все, кто живет на селе, должны чувствовать себя ответственным за судьбу урожая. Поэтому и стар, и млад в хлебную страду должен идти туда, где может помочь. Вот послушайте мнение старого колхозника-пенсионера Фарита Байхафизова. Фарита Байхафизова. Байхафизова. difficult. Субтитры делал DimaTorzok Вечером в 6 часов собрались руководитель специалисты хозяйства обсуждать ход уборки урожая, ставить первоочередные задачи. В этот день участвовали и представители Городского совета народных депутатов, специалисты Управления сельского хозяйства и продовольствия. Надо отметить, что собрание это традиционное и является собой необходимый откровенный прямой разговор. В высказываниях указывалось на недостатки в работе, в частности о том, что уборочные работы ведутся не в комплексе, техника разбросана. Совокупность этих фактов не может не вызвать серьезных тревог и опасений за успех нынешней страды. Обо всем этом и о многом другом, и о том, как выйти из сложившихся трудностей, говорили на собрании. Затем мы побеседовали с председателем колхоза Ренатом Загировичем Зиязовым. Затем мы побеседовали сельского хозяйства. 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 Здесь сразу бросается в глаза организованность, взаимосвязанность. Наведу у всех на стенде молнии информации о том, как идет уборка урожая, кто как работает. Люди должны знать, сравнивать. Ведь все выполняют нелегкое, общее дело. Затем мы побеседовали сельского хозяйства. Башка механизатор. Беларусы. Беларусы. Хатмулин Роберт, Менгали Фрамзил. Шушук. Силус. Женя ошинда. Шабуши комбайн. Немис комбайнда. Низамов Рамусь. Кызакасток комбайнда. Низамов Илдоз. Он на самом деле помедил. Разрешиватся. Француз. Без 없습니다. Немислав Риман. Измельчин. В первых. Немислав Риман. Риман. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кто-то, волнуясь, крепко сожмёт руку своей мамы, а кто-то и поплачет тихонько. Ничего, всё это пройдёт, ведь школьная жизнь – целый мир, и не только уроков, а интересны события и мероприятия. В День знания мы побывали в школе-гимназии номер два. Ещё одно новшество, характерное для нынешнего учебного года – это новые школьные формы, красивые, нарядные, в которые облачились все учащиеся без исключения. Школа-гимназия – это уже веяние перестройки в народном образовании. И, надо сказать, идея гимназии оправдывает себя. В школе 15 гимназических классов, где обучается 379 детей, 4 профильных класса. Из 56 выпускников 1993 года в ВУЗу поступили 37, преимущественно технические. Цифры говорят сами за себя. Гордость гимназии и её учителя. Здесь их насчитывается 86. Из них 15 – отличники народного образования. Трое – заслуженные учителя, много старших учителей, учителей-методистов. Все они вот уже в который раз начинают школьный учебный год, каждый раз как бы вступая в новую жизнь. Вот и пролетели каникулы. Наступил новый учебный год. С Новым учебным годом всех учащихся, всех родителей, всех учителей на днях поздравил президент Республики Башкортостан Рахим Ахмуртаза Губайдулович, Совет Министров. И пожелал всем нам больших успехов. И действительно, несмотря вот на такое тяжёлое финансово-экономическое положение во всей нашей стране, в нашей республике, большую заботу о народном образовании проявляет наше правительство, правительство Республики Башкортостан. Мы во время подготовки к этому новому учебному году ни в чём не нуждались. Ни в средствах, ни в материалах. И поэтому с помощью старших ребят, с помощью учителей достойно подготовили к новому учебному году. Вас встречают светлые кабинеты, новая мебель и новые учебно-наглядные пособия. Дорогие ребята, уважаемые родители, вот этот предстоящий учебный год для нашей школы – это серьёзный экзамен. Ещё раз повторяю, это серьёзный экзамен. Заканчивается двухлетний эксперимент по работе по новым программам, по новым учебным планам. В этом году мы должны подвести во второй половине ноября итог нашей двухлетней работы. Мы должны показать, что же изменилось в связи с переходом на экспериментальные программы, то есть на программы гимнадические. Будут проведены контрольные работы. Вы должны показать ваши знания и по русскому языку, и по математике, и по физике, по всем другим предметам, и доказать, что действительно знания наши повысились, качество учёбы повысилось, и чтобы мы должны, и надеюсь, с вашей помощью получить статус гимназии. Счастья! В добрый путь, дорогие друзья! А теперь я хочу предоставить слово нашей гости Габдулхаковой Розине Тимирхановне. Дорогие учащиеся, благоважаемый Ханив Харисович, благоважаемые учителя, родители, разрешите мне от имени администрации города Янаул, Янаульского района, от имени городского совета народных депутатов, поздравить вас с Днём Знаний. С праздником вас, дорогие друзья! Нужно отметить хорошие традиции данной средней школы, школы-гимназии. Как уже было отмечено, и я хочу тоже отметить, из выпускников 11 класса 60% учащихся поступили в высшие учебные заведения. Если вернёмся к цифрам района, то из района средней выпускников поступило 30% в высшие учебные заведения. Это, конечно, очень отратно. Если посмотрим на медалистов, 27 учащихся закончили среднюю школу на медаль. Из них 50% составляют выпускники вашей школы. То есть данной школе дают самые прочные знания. И в данной школе для вас созданы прекрасные условия. По становлению главы администрации, ваша школа заняла первое место по подготовке школы к новому учебному году. Это, конечно, очень отратно. Нужно ещё вот о чём сказать. Вы прекрасно знаете, идёт по всей стране, по всей Башкирии, по всему нашему району уборка. Города и района надеются, что и средняя школа, номер 2, коллектив школы, учащиеся, учителя не останутся в стороне. И сегодня, в связи с этим, глава администрации обращается ко всем жителям города и района, всем пенсионерам, учащимся, учителям, предприятиям, организациям с просьбой, чтобы мы все помогли колхозам, совхозам убрать вот этот вот выращенный урожай. Ещё раз, дорогие учащиеся учителя, с праздником вас, здоровья вам, успехов, благополучия, добрый путь всем! ПЕСНЯ 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 Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. Всего вам доброго.